как указал мне инспектор земельного отдела прийти через полчаса в администрацию так ну в общем это здание администрации сейчас узнаем что там делается так разговор будет у нас происходить в кабинете главы администрации Введу видеозапись в кабинете главы администрации для того чтобы в дальнейшем ее использовать в качестве доказательств при обращении в суд если будет необходимо а я снимаю сам себя было вчера в министерстве охраны природы ну я не за благовременно потому что я там ездил ну и сразу там все рядышком зашел а кто бы там знает надо было поставить за благовременно в известность что они приезжали меня тоже кстати я тоже с ними не встретилась это хорошо что они легко отделались что это в лазере позадал ну я так скажу они все на нервах у них работа очень нервная значит всем недовольны ну я еще начну поговорю вроде все нормально 23-го еще в соответствии с уведомлением с вызовом и конечно 23-го еще раз туда приеду что-то мне сегодня плохо дышится вот ветер северный вот запах какой-то стоит в атмосфере запах горелого это самое значит сосны да вы не чувствуете а вот я знаю наверное придется мне в больницу обращаться вот у меня есть склонность пожалуйста вы не знаете что там за производство вот ваш дом и там стоят трубы какие-то непонятные но мне издалека не видно а я же летом ездил снимал смотрел что там такое что там за трубы то стоят вот это вроде как-то хмельницкий ходил это самое значит это самое жаловался там что там что ему плохо дышится не ходил кого нет ну я-то не пойду жаловаться мне за счет ну стоять и стоять ну когда ветер северный я может и пойду а когда ветер это самое южный мне дал рампочки ну пусть они стоят да конечно вам прекрасно ходить когда вы всю деревню травили пол чем травил вы что я чем могу травить а тебе только вам осталось ходить пожаловаться нет ну если я человек вообще миролюбивый никому никаких претензий не предъявляет но если начинает мне препятствовать значит введение личного пособного хозяйства я конечно буду оказывать значит противодействие хоть кому ну как так не препятствовать вы же мне все разрешили там класть да с последующим оформлением ну а я чем занимаюсь ничем ты не занимаешься ну ровно куда знать каждый мой ход действия поставить в известность если бы ты занимался я согласовываю я бы знала кто чем занимается я вам объясняю вот это значит алексей николаевич слушает да и мои зрители слушайте слушайте у вас может быть такое быть в практике да так что так без очков я ничего не вижу мне нужно одеть очки да 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 ой слушаю один глаз жирный ничего не вижу придется одним глазом смотреть дать протереть тряпочку да дайте мне тряпочка не пойдет нужна салфетка салфетка а еще у меня слух плохой у меня трактор на пускаче работает я когда начинаю его дергать и пускать он как громкий звук истает и вот ничего не слышу от небухов да ну правда уже не врач ой спасибо большое вот Елена Николаевна умница умная и красивая женщина жалко не боя жена у меня жена тоже есть хорошая прям салфетку дала очки протереть а что там за производство я вот знать не знаю я вот видел только ваш ваш сын ездит на машине и возит мешки какие-то черные вы не в курсе? в курсе а я нет так Алексей Николаевич я это сам оглашу весь список и список материал сведения чего чего на самом деле так мне нужно сведить сведения вашего паспорта а пожалуйста пожалуйста гражданин российской федерации вот вот у меня с этим вот как он такой я заказчик о вот я с ним еще с осени этот вопрос обговаривали решали но потом пошел погода плохая дождь грязь потом резко выпал снег он говорит ладно потом но потом потом Владислав Николаевич вы говорите для тех кто не понимает для мешки веков установить границы им абсолютно без разницы не наезд там по поезд сугроб ну да я с ним говорю он говорит давай давай попозже они сейчас поляне ну я знаю что со спутника должно я же не знаю что там ходит по месту но если специалист это значит они же не ходят как раньше ходили ну значит это я договорка ему была но я с ним договор заключил вот у меня договор с ним у меня был разговор а теперь у меня есть договор вот квитанции даже если поплатят а вы не знали архив это архив это останется много времени и смотрят смотрят канал значит земельный участок за арену на территории на местности с вашим присутствием так что мы отметили здесь отбили площадь итогов у нас получилось так сколько 425,9 и 426 квадратных метров запрежденное мне пожалуйста подпись подпись так огласить приговор пожалуйста так так вы на месте что ли санкции накладывать почему с чего вы взяли я даю вам для ознакомления материалы проверки читаем так дорогой зритель читать это проблема тем более когда один глаз видит другой нет а левое ухо не слышит мне проще так один документ я по меру земли подписал ёлки-палки пять соток мне перевели на пальцах на кулаках пять соток занимает но и сена все наши там границы непостоянно временно осенью я завез за зиму съели к весне вывез все и земля свободна ну ладно что то на письмо как бы установлен по сведению государственного фонда данного государства реестра недвижимости данная территория данный земельный участок используемый вами является государственным собственно подразженничением вам нужно либо предъявить право устанавливающих есть 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 документы находящиеся в оформлении и согласно сведениям единого государства реестра на данный земельный участок ни за вами не закинут другим лицом прав не зарегистрировано с чем вам нужно объяснить почему не заблаговременно не оформленное разрешение на пользование земельной выписка из по хозяйственной книги на земельный участок посмотрите вот то или не то у меня этим жена занимается я не занимаюсь я только браку у трактора ну машину ну там отнеси подать иди вот я пришел народ это дело все очень серьезное нет по хозяйственной книге это здесь на вашу усадь на земельный участок нас интересует именно у меня под домом и вокруг приусадебной числе за форму нарушения нет во первых мы в отношении вашего приусадебного земельного участка проекта не проводили а понятно вот насчет там где сено да там где сено земельный участок по которому поступило да это жалоба от главы администрации а это земельный участок он он как он целевое назначение какое он землепоселение а и как он еще про землепоселение не могу ходить а есть но в случае постоянного использования так как постоянная как определить степень использования осенью я завез к весне я все вывез но еще у тебя начала промежуток хранения вы используете данный участок у вас отсутствует какое-либо разрешение то есть мы же тоже прекрасно понимаем мы сегодня завезли завтра завезли да вы постоянно используете ну как постоянно я не постоянно использую еще раз в акте кто сказал у вас фотографии есть теперь письменная это самое обследование участка есть я очень его завез а вот сейчас еще не успел вывезти еще не все съели я его могу хранить на садах но дело в том что по нормам пожарной безопасности хранения на участке установлены хранятся есть такие сена при этом документы про устанавливающие у вас отсутствуют в связи с чем вам нужно дать пояснение а если на 5 метров передвинул его вы опять приедете потому что сейчас поднимется вода мне нужно его перетаскивать сюда ближе приедем приедем хорошо вот имейте ввиду в том месте где лежит сено сейчас сухо а вот сейчас начнется тепло начнется весенний поводок и сено находится на участке непригодном значит для использования сельхозработным огород там еще что-нибудь такое так я сейчас напишу объяснение а потом покажу что здесь периодически прерывается сижу в кабинете короче дал объяснение инспектор земельного кабинета в том что в связи с чем у меня завез наверное на не принадлежащий мне земельный участок сено и объяснил что у меня заключенный договор с о неживании выделения участка значит не в собственность в аренду потому что земельный участок выдается после того когда сделано неживание а потом с этим договором значит с чем-то нужно приходить прийти в администрацию района и подать заявление о выделении земельного участка но район обычно никогда не отказывает опять писать подпись 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 за уведомление я уже вспотел полчаса меня мучают огласить весь список и так сказать еще не все еще еще так акт проверки рассказываешь мне чем меня здесь пытают писали здесь сидели меня мучили соблюдение акт проверки вот тут близко вижу далеко не вижу как лучше вот так я вижу лучше одним глазом так проверки соблюдение земельного законодательства так значит ну здесь место время что где когда на кого все знают меня смотрите так была проведена внезапная проверка внезапная выездная ну в соответствии с законом как внезапная меня за благодарение об этом уведомили что такого-то числа они приедут я получил уведомление выездная не внезапная а выездная ну здесь под кризис черный и в черном написано выездная ну я же не знаю тут какая выездная ну значит я неправильно сказал выездная а нет внезапная тут не было уведомление мне послали все в соответствии с законом российской федерации я в курсе был в 12 часов я вышел на улице стоял когда ко мне приедут с проверкой приехали парни что это за парни там суетятся бегают а потом их разглядел солнце яркое ничего не вижу потом увидел кто такие то он в кабинете в пиджаке в галстике а я то так так ну по сути так 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 мои данные так что начнется где кем для чего продолжительность так так ну тут бланк я должен расписаться так так мы приехали посчитали определили земля есть сено мое там есть так так кто мы кто проводил Алексей Николаевич проводил он у него должность страшная лучше с ним не встречаться эксперт специалист нет он один участок свидетелей с администрацией по месту проверки не было так что они были инициаторами проверки так в ходе проверки так выявлены нарушения есть нарушение есть да плановые проверки это отношения так выявлено что я использую земельный участок в границах населенного пункта из земель государственной собственности до разграничения по вышеуказанному адресу в личных целях для фактического складирования стоков сена так данная территория располагается примерно 56 метров юго-восточнее напротив его дома расположенного по адресу так мой адрес напротив дома улица ну правильно чтобы не видно было афанась стоит чтобы видно что там было делать кто там ходит а близко нельзя потому что ближе 50 метров находится источник пожарной опасности это трубы печных домов это у меня котел безопасный а у людей же там топят чуть ли не этими русскими печками так все мои данные так ну я распишусь закон есть закон моделла собака сейчас я разговариваю с инспектором даю объяснение значит мне дают предписание вы не скажите что что то такие какие это по факту выводного нарушения земельного законодательства то есть вам совместно с актом выводного предписания устранения нарушения то есть вам потребуется либо оформить самоволь на данный момент используемую земельную территорию собственность или каким-либо другим образом рекоментированным текущим законодательством либо освободить данную территорию либо оформить либо освободить но я принимаю меру а к его оформление но если я не успею за это время значит за срок который мне выдается предписание я должен велосибол освободить В случае если вы не успеваете Claud 개чек потому что по истечении сроку предписания проводится повторное проверка исполнения тут самую предписанию вы являются эти действительно мы оформляли продажете документ какие у вас есть. То есть в случае освобождения земельного участка, ну или оформления устранения нарушений, составляется акт о устранении данного нарушения. В случае неустранения, составляется акт о неустранении, к нему прилагается новое подписание, составляется протокол о неустранении по статье 19.5, и направляется в мировой суд о принятии уже штрафных санкций. Я постараюсь не доводить до штрафных санкций. Государственных. Сена много, в общем, с осени мало ели, а сейчас едят много все больше и больше. Они растут и есть, хотят еще больше. Но я думаю, что у меня все еще останется. Тем более я собираюсь там сделать загон для быков. Да, чтобы на задах у меня места мало. Собираюсь сделать загоны. Я беспокоюсь, ну как все огорожу, соответственно, чтобы это... Нет, ты сразу, если ты сейчас будешь вежливков вызывать, да? Ты сразу спланируй, сколько тебе надо земли, потому что там надо смотреть, там, там, то, что ты хочешь удалять, двигаться, правильно? Нет, 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 зачем я удаляю. Все, вот, где... Они будут делать работу, то есть как вы закажете, так они и создадут. Соответственно будет определенная катастрофа. Стоимость больше, то есть... Вот это вообще будет зависеть. Так, ну, по срокам определились. Определился, да. Что там, до мая месяца? Все. Просто там земля, там часть земли в собственности, вот эти огороды, поэтому там надо еще смотреть. Ну, в собственности, они же уехали в Германию. А, у них двойное гражданство, понятно. Нет, и даже не за то, чтобы просто земля в собственность была передана, и они от них не рассказали за такой собственности, поэтому надо смотреть, откуда там что-то... Пригласить вас? Нет. Нет? А кто определит свою собственность? У него по карте, вот там, в гулое поле, там ничего не видно, непонятно. Выписка, выписка, но когда мы будем согласовывать, когда мы согласовываем, посмотрим здесь, там выписка. А, ну я сейчас там межевание сделаю, а потом в любом случае в администрацию района приду. Мы же прежде, чем делать межевание, надо схему сделать, утвердить схему. Вот на схеме, там, когда будет видать, куда, как, вот, весь... Ну, к вам прийти. Нет, в администрацию. В администрацию. Ну, понятно. И у них должно быть, значит, там информация должна быть. Да, да, да. То есть они посмотрят по... Ну, можно тогда их подписывать и лучше видеться. Понял, понял. Все дело, как говорить. Слушай, уже документов штук пять, наверное, подписал. И еще в конце, если не отпускает, давайте еще анкету мне, это самое... Кладут на стол, говорит, это... Читай. Ну, проверяет на мою адекватность. Адекватный человек или нет? Ну, я не знаю. Сами решайте, адекватный или нет. Вопросы такие. Информированность, так, размещение на сайте Росреестра, в сети интернет, вот, так, перечня их актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий контроля надзора. Елки-палки. Таких много терминов. Я даже... Полный, вероятно. Да, я даже... Терминология, ность профессиональная. Они знают, что находятся в кабинете главы администрации, они высоко стоят, а наша улица пониже. И вот они всегда за мной наблюдают, что же я делаю, завел ли я трактор, что я делаю. И вот им все так кажется, вот, вот, я что-то там делаю не так. Ну, вот, мы сейчас сходим на место и посмотрим, так я делаю или не так. Продолжаю запись, но уже на месте, уже на другом. Министерство охраны природы переадресовало, в общем, провести проверку по месту, значит, земельному комитету, чтобы определить объекты, участок, запресснение крыльящей среды. Сейчас мы находимся у меня на огороде, пойдем смотрим. Так. Давайте, конечно, мы находимся не у вас на огороде, а на Сушумах. А, да-да-да, ну, как, находимся на землях поселения. А мой огород, вот он, вот видите, вот это мой огород. Ну, как условный? Я за него налог плачу? Плачу, значит, мой. Как не своего? Ну, от своего имени я могу квитанции показать, наше имя. Ну, кто-то, собственник, он давно умер, а оформлено у него наследство или нет, неизвестно. Ну, у нас устный договор об аренде земли. За этот участок земли я плачу налог. Значит, он мой. Претензий никого нет. А деньги-то от меня приходят, и от моего имени. Опять тот же инспектор земельной инспекции и глава администрации. Вот я там вот сегодня буквально вот трактор заводил и вывозил сюда навоз. Причем, я могу сказать, что отходов жизнедеятельности крупного рогатого скота у меня нет. У меня все идет в дело. У нас не определено место для утилизации отходов. И вот спорный объект, по которому ведется вопрос, находится не на том участке, где я работаю, а рядом, в соседнем участке. Нет еще? Так, ну, это, вы все-все посмотрели? Вопросов ко мне не будет больше? Задавайте сразу. Так, уважаемый зритель, посмотрели, что у меня делается. В общем, жизнь полна радостей и приключений. Только кажется, что в деревне делать нечего, и никто ничем не занимается. Постоянные у меня проверки, контроль и тому подобное. В общем, не только работаю, но и занимаюсь, отпрыгиваюсь от дозоровых органов. Кому понравилось, ставьте лайки. Не понравилось, не то сказал, плохо объяснил, балл информацией. Проявляйте активность, ставьте дизлайки. Смотрите мой канал, это канал Бажениты, Соломская область. До свидания.